В поселениях Советского района организуют работу избирательных комиссий. 10 сентября жители будут голосовать за губернатора Тюменской области. Кроме того, в Таёжном, Малиновском, Агирише определят главу поселения. В этих же населённых пунктах и ещё в Алябьевском проголосуют за состав местного совета депутатов. В Советском надо будет довыбрать парламентария в районную думу. Воспользоваться своим избирательным правом получится и у подопечных Советского пансионата круглосуточного ухода. Они могут сами посетить участок, либо проголосовать по месту проживания. Участковая избирательная комиссия обязательно организует выезд на место. Кабинки для голосования установят в актовом зале. За процессом будут следить общественные наблюдатели, а также рядом будут волонтёры. Знаю, что у вас колясочники, которые непосредственно ездят на избирательный участок, в частности Олимпа. Там у нас есть пандус. И, соответственно, на каждом избирательном участке будут волонтёры. На входе в здание окажут помощь, допустим, преодолеть одну ступеньку или несколько ступенек. И будут волонтёры на избирательном участке непосредственно, которые, если вы желаете, чтобы вам оказали помощь в заполнении бюллетеня, допустим, плохо видите или затрудняетесь прочитать. В окружном кардиодиспансере в Сургуте к обучению приступили новые ординаторы. Напомню, уже больше 10 лет учреждение является клинической базой кафедры кардиологии и готовит специалистов для региональной системы здравоохранения. За это время обучение прошли более 200 ординаторов. В этом году двери учебных кабинетов распахнулись для 34 человек по четырём направлениям. Кардиология, неврология, анестезиология, реаниматология и сердечно-сосудистая хирургия. Отмечу, что учебные классы кафедры оснащены современным оборудованием – мультимедийным проектором, интерактивным экраном, плазменными панелями, современными компьютерами и другой техникой. Обучение кардиологов, неврологов и анестезиологов-реаниматологов длится два года, сердечно-сосудистых хирургов – три года, после чего специалисты могут вести самостоятельную врачебную практику. В Нягоне строят магистральную дорогу. Эта транспортная артерия по улице 20 лет Нягоне свяжет улицы Ермака и Петра Великого, а также выйдет на новую школу, которую в ближайшие два года построят в седьмом микрорайоне. В этом году часть дорожного полотна уже полностью заасфальтирована. Пешеходные тротуары от проезжей части отделяет зелёная зона. Это радует нягонцев, ведь раньше перемещение по этой части улицы в период распутицы или дождей было крайне затруднительным. Сейчас у горожан жалоб нет. Гарантийный срок на асфальтобетонное покрытие у нас не менее пяти лет. А остальные конструктивы у нас по дорожным одеждам – это основание, там восемь лет, там эти щебёночные, песчаные основания, бордюрный камень – там все сроки, получается, разные по ГОСТу. Общедоступная, всесезонная и круглосуточная. В Покачах в рамках нацпроекта «Спорт норма жизни» построили современную площадку с тренажёрами. Часть физкультурной зоны предназначена для занятий стрит-воркаутом. На новой площадке можно заниматься при любой погоде. Кровля из прозрачного материала надёжно защитит от осадков, в то же время не затемняя пространство. Но и когда солнце сядет, спортсмены смогут продолжить тренировки. Им просто нужно будет включить свет. В этом году в Покачах планируется открытие ещё одной спортплощадки этого же класса, но с ещё большими возможностями. У меня есть очень много друзей, и я их буду тащить сюда, чтобы они занимались и тоже становились сильнее. Я умею делать топорик. Умею топорик делать, где надо прыгать, умею, где надо руками держаться за турник. Умею крутиться много раз, умею переворот вперёд, переворот назад. Площадка эта появилась, во-первых, благодаря жителям города Покачи, которые уже на протяжении ряда лет удерживают, занимают призовые места и удерживают город Покачи в тройке лидеров по сдаче норм ГТО. Спасибо, это всё-таки заслуга жителей. Ну и монтаж этой площадки был осуществлён подрядной организацией, которые, скажем так, в свой профессиональный праздник сделали ещё и подарок городу.